И даже те, кто комментирует эту тему, блогеры разные, они задаются вопросом, они задают этот вопрос Кадырову. А если бы на территории какого-нибудь российского региона, Новгорода, допустим, или Ростова, сын губернатора или мэра, допустим, избил бы какого-нибудь чеченца, как бы вы на это отреагировали? Субтитры делал DimaTorzok Что мне кажется, что я уже все сказал, и мне как-то странно сейчас снова на эту тему говорить. Но говорить о ней все равно придется, это все-таки главная тема. Поэтому мы начнем, наверное, именно с нее. Если кто-то по какому-то чудесному течению обстоятельств не в курсе ситуации, значит, в Грозенском СИЗО сидит чувак по имени Никита Журавель. Он в марте или в мае этого года, не помню. Обвиняется в том, что он сожег копию Корана перед Волгоградской мечеть. Буквально на следующий день он был задержан. И ему было предъявлено обвинение, что он, значит, сделал это, сжег Коран по заказу украинских спецслужб за 10 тысяч рублей. И небывалый, на самом деле, прецедент для России, его из Волгограда передают в Чечню. Это такая показательная была акция, была сделана специально. И Путин даже это прокомментировал, сказав, что мы специально, значит, его тело передаем на расследование в республику, в регион с преимущественным мусульманским населением. Чтобы, мол, именно там он и сидел свой срок, и судили его там. И вот так он попал в Чечню. И в прошлом, уже позапрошлом месяце, сегодня 1 октября, поэтому в августе, появились сообщения. Этот Никита Журавель пожаловался Москальковой, уполномоченной по правам человека в России, пожаловался на то, что его сын Рамзана Кадырова, Адам Кадыров, его избил в СИЗО. После этого, конечно же, была шумиха, и я сразу же почувствовал запах подставы во всем этом, такой пиар-акции по обелению этого кадыровского сына. Но, естественно, волна пошла, сразу же этой темой, значит, заинтересовался. Точнее, Москалькова попросила уполномоченного по правам человека, читай Кадырова, по правам Кадырова, этого Салтаева, Салтаева Мансура. Значит, чтобы он узнал там все, и он, значит, разузнав, сказал, что да, действительно, его, значит, там, типа, он избил. И после этого немножко на эту тему поговорили, и была такая тишина. Вот, а на этой неделе Кадыров выложил видео с избиением этого заключенного своим сыном Адама. Мы здесь показывать это видео не будем, так как Ютуб не любит сцены насилия. Но, я думаю, желающие найдут это видео. На видео там 7 секунд буквально, это то, что они выложили, остальное они не стали выкладывать. Там Адам наносит ему удары ногами, руками, коленом, значит, вот роняет его на пол, что-то там бьет ему по голове. И все это совпало с тем, что у Кадырова было ухудшение состояния здоровья, потом он, значит, пропал. Были слухи о том, что он вообще чуть ли в коме, что он чуть ли там уже и умер, кто-то его похоронил. И потом на тебе появляется, сначала появляется видео, где он в ЦКБ навещает своего дядю. Опять появились конспирологические версии, что это все неправда, дядя абсолютно здоров, он просто вместо Кадырова там лег. А Кадыров на самом деле вот только вышел из комы, его там посадили. В общем, это спектакль. Потом, значит, появляется вот это видео. Естественно, конспирологи сразу начинают думать о том, что это специально, чтобы сбить прицел, чтобы сбить повестку. Потом Собчак очень активно начинает эту тему комментировать, так как никто из российских чиновников вообще не хочет на эту тему говорить. Это такая тишина, молчание, которое звучит громче, чем любые слова. Единственное, Песков, опять-таки, красноречиво отказывается вообще эту тему комментировать. И когда его спрашивают, а почему, можно спросить, почему вы не хотите комментировать? Он говорит, не хочу. Тоже, по сути, очень красноречивая такая тема. В общем, после этого, естественно, сразу конспирологи... А, нет, после этого Собчак, когда начинает бомбить эту тему, вам репостить, всячески комментировать, и, значит, звонит ей Рамзан Кадыров. Ксения выкладывает скрин файстайма, разговора, и пересказ этого разговора с Кадыровым, в котором она говорит, что, ну, в целом, не евро, не нейросеть, достаточно нормально ему выглядел, и очень активно ел орешки к кэшу. Ну, и здесь, естественно, начинается сразу конспирология. Это все было ради вот этой фразы, никаких орешек к кэшу он там есть не мог, потому что у него проблемы с почками, а есть к кэшу нельзя. Короче, сразу же заказуху в этом увидели. Ксению Собчак в изговоре с Кадыровым заподозрили. Но после всего этого, через два дня, по-моему, на третий день Кадыров появляется уже в Кремле, Кремль официально опубликует видео с Кадыровым, где он встречается с Путиным, и ни слова о избиении этого журавля в СИЗО вообще не сказано, эта тема не комментируется. И даже после того, как встреча уже закончилась, и у Пескова был этот брифинг с журналистами, у Пескова спрашивают, а поднималась ли на встрече с Путиным эта тема, Песков отвечает, все, о чем там говорили, мол, вы видели, ничего больше там не обсуждалось. Тоже, на самом деле, очень красноречиво. То, что Путин, в принципе, не видит вообще никаких проблем в том, чтобы как-то пристыдить, там, я не знаю, или как-то, ну, на самом деле, наказаться такое надо, нужно возбудить уголовное дело. По идее, правильная реакция в правовом государстве была бы именно такой. Там должны были возбудить уголовное дело по факту применения насилия в СИЗО. Там вообще несколько статей. Потом нужно было бы, ну, мы в отставку, по-хорошему, конечно, должны отправить и главу региона, и начальника в СИН. Да там кто только не должен полететь за такое. Но, учитывая, что, ладно, такое ожидать не стоит, хотя бы там какой-то выговор, какой-то там, ну, пальцем, чтобы он хотя бы помахал, или сказал, что, ну, так вести себя нельзя, ничего подобного не было. И это показывает, насколько в России сейчас это становится нормой. Что сейчас там нет вообще... То есть это такой посыл, знаете, к различным там правозащитникам, к либеральным журналистам, ко всем, кто до сих пор поднимал подобные темы, типа на митинги. Была применена сила к протестующим там. О-о-о, да это же сейчас вообще, то есть это, на такие вещи обращать внимание теперь не стоит, если прям СИЗО избивается заключенный, и после этого это публикуется на официальном канале главы республики. Вы представляете, уровень какой. Какие, какое избиение протестующих, какое применение насилия к задержанным. То есть об этом сейчас вообще никто говорит, ну, смысла нет об этом, короче, говорить. В принципе, мочь-то они могут. То есть вот всевозможные, типа ОВД-инфо, там, какие-то правозащитные организации, которые всегда обращали на такое внимание и обращают, это им посыл, как бы. Смотрите, больше нет смысла об этом говорить. Вы собираетесь нам указывать на какие-то там проявления каких-то жесткостей в отношении задержанных, когда мы просто в СИЗО можем отпинать чувака, показать это на официальных каналах, и за это ничего не будет. Я думаю, многие, наверное, из этого сделали выводы, приняли это на вооружение этой информации. К сожалению, теперь такая реальность, с которой мы должны будем работать, жить, особенно люди, которые проживают в России, добросовестные, нормальные, порядочные люди, которые будут со всем этим сталкиваться. Вот это, конечно, печально. Но смотрите, есть в этой всей истории и обратная сторона, о которой мало кто говорит. Это то, что вот эта вот вся реакция всяких, той же Собчак, допустим, тех же военкоров, которые на это обратили внимание, каких-то там отдельных депутатов, типа Попкова, который обратил на это внимание, каких-нибудь там членов СПЧ, которые тоже прокомментировали, пусть мягко, пусть, да, они там, конечно, начинали издалека, типа вот зажжение Коран, великое преступление, а потом, ну все-таки бить человека там нельзя, то есть вот даже в такой форме эти комментарии. Это на самом деле тоже великая несправедливость, потому что когда то же самое происходило с задержанными чеченцами, эти люди никак на это не реагировали. На такое реагировали только добросовестные реальные правозащитники, какие-то независимые правозащитные журналисты, которые всегда эту тему мониторили, от которых всегда можно было получить какую-то помощь. Но вот эти вот типы, типа военкоров, типа каких-то отдельных депутатов там, то есть людей из провластной мафии, которые на это отреагировали, но никогда они не реагировали на проявление просто ужасающих пыток, на нарушение закона, все то, что происходило и происходит на территории республики, когда 27 человек было казнено, об этом написала новая газета, и не происходит никаких подобных реакций, это тоже о многом говорит. То есть если бы этот избитый был бы не Никита Журавель, а был бы какой-нибудь хампаш, уроженец какого-нибудь села Чеченской республики, то, конечно, на это никакого внимания там бы не обратили, в этой провластной мафии. И резонанса эта история по всей России не вызвала. То есть вот это тоже очень такой важный момент, который показывает, насколько хрупко все-таки в России вот это межнациональное согласие, которое она так представляет. То есть мир между, мир и согласие между разными, между многонациональным российским народом, как нам это пытаются представить, даже есть такой праздник, который празднуется 4 ноября, по-моему. Насколько это все-таки хрупко, так как ведь многие, кто возмутились по поводу избиения этого журавеля, возмутились, потому что это, грубо говоря, не Чеченец, это славянин, которого избили в тюрьме на территории Чеченской республики. И даже те, кто комментирует эту тему, блогеры разные, они задаются вопросом, они задают этот вопрос Кадырову. А если бы на территории какого-нибудь российского региона, Новгорода, допустим, или Ростова, сын губернатора или там мэра, допустим, избил бы какого-нибудь чеченца, как бы вы на это отреагировали? Даже постановка такого вопроса, на самом деле, о многом говорит. Понимаете, что есть вот этот вот, этот вопрос межнациональный в России, он очень остро стоит. И проблема, люди реагируют не на то, что это нарушение закона, на что нужно как бы реагировать. Неважно, кого там избили. Это заключенный, по отношению которого не могло применяться насилие. Он должен был, его права, его безопасность, она должна быть гарантирована. Что бы он ни сделал. Теперь он в руках правосудия. И теперь все, что с ним происходит, может произойти, ну, точнее, то наказание, которое он должен понести, он его понесет только по решению суда. Так должно быть в любом правом государстве. И здесь, не это выходит на первый план, а выходит то, что, ну, это же славянин на территории Чечни избитый. А что, если бы, наоборот, чеченца избили бы на территории, допустим, Ростова? Как бы ты, Рамзан Ахматович, на это отреагировал? Если бы он тоже, например, что-то подобное сделал. Там вытаскивают историю с дагестанцем, который в Калмыкии. Помните, там со статуей какая-то была тема. То есть это определляется, почему тогда была такая реакция, сейчас вот такая реакция. То есть сама эта повестка о многом на самом деле говорит о том, насколько в России вот этот вот межнациональный вопрос, он очень хрупкий, в любой момент может вспыхнуть там, где совершенно не ожидают. Субтитры создавал DimaTorzok